Я должна найти хоть немного еды. Поёт на английском Мари Плетт. Её героиня – молодая украинка с ребёнком на руках. В самый разгар Голодомора она встречает мужчину, бывшего бойца продотряда. Он раскаялся и теперь пытается их спасти. Джон Дайкерс рассказывает, до начала работы над партиями даже не знали об украинской трагедии. Я был шокирован, начал искать что-то в книгах, рассказал своим родным, друзьям. Об этом тогда почти ничего не было известно. Насколько я знаю, власти старались всё скрыть. На репетиции дирижирует сам композитор, американец с украинскими корнями. Полуторачасовую оперу Веркабалай писал почти 30 лет. Говорит, Красная Земля не столько об истории, сколько о человеческих судьбах. Тут есть опера про контекст Голодомора, как те люди поводятся в тир. Это людская драма в контексте историчной худеи. Это не драма про историчную худею. Оперу уже видели в Нью-Йорке в начале года. Тогда её исполняли исключительно американцы. Теперь весь оркестр и хор украинские. Кроме них, в постановке задействуют балет, используют кинохронику, отрывки из радиопередач и фильмов тех времён. Несмотря на то, что показ Красной Земли запланирован в национальной опере, в постоянном репертуаре произведение пока не стоит. Авторы пытались доказать, что оно может быть интересное зрителю и слушателю, но пока безрезультатно. Возможно, что-то изменится после премьера, который, напомню, состоится 21 ноября. Катерина Деркач, Роман Рабус, События.